всех приветствую в этом видео это с нуля до программиста это день шестой учебный значит сегодня уже я закончил прохождение курсов по теории и сейчас будут практике переходить практика будет вот на этом сайте а ну и вот можно посмотреть мою активность на гитхабе репозиторий смотрим активность прям каждый день то есть на протяжении недели и до этого еще в общем на этот сайт будем делать чтобы можно было по клику переход менялись к меня с картинкой и менялся текст здесь ну и соответственно анимация это было приступим я написал следующий код значит у нас есть вот эта же страничка которая вот на у нас есть вот эта страничка нужно чтобы при нажатии точнее у нас все табы открыты в индексе покажу сейчас вот все табы открыты соответственно если табы все открыть то картинка плывет верстки будет смерть наступит а почему потому что здесь огромное количество текста будет вписываться и так далее для этого нужно что сделать заходим javascript создаем константы здесь можно так нажать чтобы было бы красиво создаем константы которые что делают первое ищет табы которые от к нему есть а вот эти по моему справа которые находятся дальше контент это вот этот контент ищется потом дальше parent но это чуть позже будет дальше создается функция скрытия контента табов это которые вот эти табы они должны быть скрыты в начале тут проходимся по каждому то есть мы этим циклом for each берем любой элемент создаем назовем его item стрелочная функция style display none дальше то то же самое убираем выделение у табов которые сбоку это вот эти боковые табы у них выделение нужно убрать потому что у них также как контент если появится у всех будет выделение одновременно тоже убираем его потом добавляем класс передаем здесь не совсем функцию понял но она работает корректно дальше создаем show tab content то есть показываем контент который есть о переменной то есть переменная если нажата например 10 у нас нулевой контент будет показываться давайте изменю допустим поставим единичку у нас контент изменился и там таб и щелкнулся то перещелкнулся до верну обратно на 0 соответственно tab content это вот у нас сам получается я дописал код для взаимодействия с parent id а сейчас становился вот на этой части на табсе значит табс получает значение ай а это у нас в общем вот которое значение равно нулю то есть здесь их 5 всего 5 и 4 в массиве 4 массиве все 3 получается с нуля идет отсчет дальше это каждое значение подставляется в таб контент и чтобы понять ну какая вкладка нажат какой таб нажат и дальше соответственно если нажата то один ставят становится темным до этого нажатый таб а следующий становится выделяющим мы выделены дальше таб хэнтер становится активным вот это же и дальше это вызывается функция и изначально значение передается дефолт это 0 можно поставить другое например 5 и бря ой 5 не будет это будет 3 максимум давайте 3 поставим будет сразу забалансированы при обновлении то есть это сразу по умолчанию стоит значение я вернула на 0 и дальше вызываются эти функции и все и дальше смотрим смотрите у нас была переменная tab parent это родительский вот этот массив сейчас покажу его если получится в коде tab parent это у нас вот он items вот он items родительский элемент дальше он вызывается функции что делается вызывается он tabs функции добавляется лист мир я уже не помню это в общем клик по не если на нем клик совершен то тогда создается вот эта колбочная функция event event и стрелочная функция а дальше присыпаем значение таргет таргет я низ как таргет это в общем исходный элемент на котором было совершено событие то есть клик так понимаемый вот он дальше у нас клик совершенный он записывается вот из этого из ивента таргета в переменную таргет дальше мы проверяем таргет и таргет класс лис контейнс чтобы было нажата в общем элемент вот этот tab хендер а этом если он нажат то тогда что мы делаем мы обращаемся создаем произвольный элемент а этом то есть из-под массива и значение то есть каждую итерацию записываем эту каждую итерацию то есть количество всего этих блоков передаем в шоу таб контент это у нас который показывает именно переключение и вот таким образом все работает то есть контент заменяется ну и контент здесь тоже изменяется дальше можно показать примитивный пример связанным с появлением каких-то элементов в самом фрейме то есть в самом windows самом браузере знаете это вы заходите на сайт у вас всплывает к это какое-то модальное окошко или что-то появляется через некоторое время как это делается вот у нас есть назовем ее функция таймер айди который устанавливает таймер по функции то есть функция вызывается логера логер вводит консольки такой-то текст и время передается это две секунды давайте сохранюсь видим нету текста нету и он появился то есть через некоторое время все сработало таким образом сдается время интервал так называемый до появления а данной функции можно будет очищать соответственно появление чтобы она постоянно не появлялась то есть например один раз появилась и потом больше не появлялась при каких-то условиях на примере данной функции вот получается создается функция button selector ищется button то есть вот эта сама кнопка ищется да и к этой кнопке мы обращаемся и добавляем ее для нее событие клик создаем анонимную функцию стрелочную и передаем значение какое константу создаем с таймера иди и даем и сейт сет интервал логер две секунды что будет будет вызываться функция каждые две секунды давайте посмотрим как это работает нажимаю не мэйт раз появилась функция нужно было время поставить меньше два уже три ну и так в общем до бесконечности будет происходить соответственно если нолик сократить то будет быстрее в разы нажимаем ну и быстро побежало количество вот текста консольки но у нас также есть нам нужно когда вы остановить эту функцию как это можно сделать у нас проблема в том что в данной функции а даже анонимной существует таймер айди но он она является локальной и для этого нам нужно создать глобальную функцию чтобы можно было к ней обращаться но как же остановить функцию нашу от которой будет до бесконечности текст нажимать и она делается крайне просто создаем переменную тайм айди мы создаем уже дальше создается количество итераций то есть можно ай присвоить можно ли так нажать так нажать чтобы выровнять а дальше присваиваем этому ай 0 изначально и пробегаемся вот clear тайм аут можно удалить и не закомментирую и дальше создаем функцию функции есть вот у логер она вызывается именно в самой вот этой функции то есть логер тайм аут дальше что то есть если ай то есть это значение равно больше 0 либо 4 то тогда происходит клир интервал тайм аут то есть остановка ай при каждой итерации вызова то есть она каждый раз вызывается и прибавляется единичка кай в итоге она добирается до 4 и все и потом на 4 она останавливается можно например поставить 10 и посмотрим надо уменьшить время ставим допустим 100 секунд миллисекунд так понимаю 100 миллисекунда все она остановилась но на одиночку больше давайте девяточку поставим то есть таким образом все работает то есть можно останавливать именно функцию по времени которая появляется я модифицировал данную функцию и добавил анимацию а значит что происходит здесь а тайм аут я уже говорил осознал функцию my animation который принимает концу который констант элемент документ бокс бокс вот этот бокс а дальше позицию задаем 0 потом делаем константу ай дишник с этот интервал фрейм запись идет указываем фрейм фрейм где у нас берется вот он фрейм у нас 300 300 позиция почему 300 потому что сам этот квадратик 400 на 400 пикселей сам квадрат большой рамочка маленький квадратик 100 на 100 пикселей соответственно если 300 то есть 100 плюс вот здесь 100 например то плюс 300 будет как раз конец именно этого квадратика большого дальше мы clear айди делаем если иначе то добавляем позицию элементу style топ то есть вниз и позицию влево left хотя по идее должно быть наоборот но она так работает давайте посмотрим что получается по итогу то есть анимация ну минус в чем в том что если нажимать вот так часто да будет flex будет flex квадратика это какая-то устаревший вид анимации можно будет другой рассмотреть есть еще анимация через css это просто через gs было примитивная анимация также вот такой конструкции можно получить дату прямо в консоли смотрите 2021 там есть определенные атрибуты вот в общем сохраняюсь и почему спросите второй месяц а не третий сейчас на самом деле третий месяц то есть март конец марта потому что ну счет начинается месяцев с нуля соответственно 0 1 2 2 это уже будет третий месяц и так далее продолжу работу с этим сайтом значит по итогу нужно еще обновить также время есть верстки время нужно также уложить чтобы секунды побежали на основании тех полученных знаний ранее то можно уже будет обновить по итогу я пофиксил баг там баг был с тем что я первых синтаксические ошибки допустил но их исправил а самая большая проблема была в том что я начал писать функцию таймер функции вот в этой get time они или в еще раньше в самой глобальной функции вот которые вот это идет то есть такая ошибка была я и долго не мог пофиксить понять в чем проблема то есть у меня set clock undefined непонятно почему я к списал в одну еще другой функции вот в этой а я писал вот в этой функции get the time ring рейма рейминг в общем что происходит давайте я прокомментирую код значит так функция таймер создает дедлайн до которого нужно дойти будет и если доходит то время сбрасывается вообще изначально он начнет идти в обратную сторону то есть отрицательное значение будет что эта функция делает она принимает аргумент конечное время здесь дается константа с временем и вычитается конечное время основу времени получается мы берем день из него а вот этот тайм который получился по итогу миллисекунды мы делим на тысячу чтобы получить там миллисекунды потом умножаем их до 60 то есть получилось одна минута то есть одна секунда у нас получилось здесь здесь одна минута здесь уже один час здесь 24 часа то есть это дни а дальше идут часы ну то же самое только уже без поделить на 24 объясню почему мы также ищем минуту и секунду одну потом дальше минуту час и тут чтобы часы просто не плюсовались а сбрас то есть мы делаем что мы делим 24 почему а допустим у нас будет 50 часов здесь переменных hours мы делим на пися на 24 получается два часа два часа оставляем два часа оставляем до 48 убираем также самое с минутами делаем то есть минуты то же самое и делим на 60 и тут то же самое только с секундами дальше все эти значения мы возвращаем в виде объекта а сам глобальный объект total а потом дни минуты часы минуты секунды дальше устанавливаем значение set clock куда нужно вставить это вот именно в html тегах в этих класса там вот прописываем таким образом класс selector для каждой для каждого в общем атрибута назовем как для каждого нет перемен для каждой прописываем day часы минуты и секунды и в конце делаем переменную set interval а которая будет обновлять значение update clock чтобы дать клок происходит она берет конечное значение и передает его в сюда вот в эту функцию это присылают т.д. дальше что делаем используем функцию day inner html здесь можно использовать кажется контекст или текст контекст переменной чтобы вставлять вот и все и вставляем значение то есть days the hours the minutes и ты секунд все вставляем в html код эта функция за что отвечает она отвечает за простую вещь чтобы интервал когда допустим дойдет пройдет 41 день он не продолжал дальше идти то есть в обратную сторону то есть он сбросится после этого clear интервал это функция которую мы до этого делали дальше здесь все selector timer то есть по классу timer вставляется значение deadline а это вот это значение вставляется докуда идти ну и все и функция запускается таким образом ну да вот и на этом я закончил всю роль тут можно процедуру изменить допустим поставить другой день давайте посмотрим допустим 15 поставим день 46 дней достава пусть им еще меньше поставим 1 32 дня то есть я думаю понимаете смысл можно любую дату писать например поставим дату 11 30 это будет практически новый год 245 дней осталось до нового года таким образом можно ставить дату но еще самое интересное нужно будет сейчас настроить знаете что чтобы от допустим от времени пользователя к этому времени добавлялось еще время то есть например акция закончится а через ну скажем час и к времени у то пользователя должно прибавляться час и у него должно там оставаться последние там 40 минут 30 минут так далее и потом она в итоге будет уменьшаться и так постоянно при обновлении по итогу я в общем добавил функцию которая добавляет нули как она работает есть функция get zero принимает значение нам если нам больше или равно нулю и нам меньше и равно десяти то добавляем нолик спереди и пишем значение нам иначе просто выводим на то есть если больше десяти больше десяти то просто вводим значение и соответственно таким образом в верстку подставляются точнее на верстку получается в значение нолика нолик нолик и тут циферки обычные в значение